Дальше он же из-за интернета люди читать обленились, им проще смотреть и слушать. Вы знаете, проще смотреть и слушать невозможно, просто невозможно вот эту вот, к примеру, книгу, вот эту книгу, вот эту книгу, ну наконец-таки я там свою возьму, вот эту книгу, да, мою, Основы здоровья, все это пересказать, потому что есть куча частностей, есть куча всяких нюансов, которые легче описать, рассказать, вот это. Человек, читая их, несколько по-иному понимает информацию, нежели ту, которую он говорит, которую услышит или воспринимает. Вот, поэтому важно, если вас прижало читать, читать, а не просто смотреть и слушать, ну невозможно. И вот, чем интернет плох, тем, что он знает, что вы не будете смотреть часовую лекцию, а вам какую-то на 5 минут, и это все, знаете, вот просто там ангина, керосин, ага, камни в почках, там, допустим, отвар свеклы, допустим, там, ага, листы там, полын, и вот так вот, знаете, фразами каким-то бросаться, но там помимо, допустим, того, что у вас там ангина, вы там еще, она возникает из-за того, что вы можете, грубо говоря, ноги застудить, вы можете там молочное пить, вы можете там, допустим, сладкое любить постоянно во рту, у вас может быть возраст такой, может это такое и так далее, то есть, ну нету таких вот вещей, а вы требуете, грубо говоря, вот вопрос, ответ, чтобы помогло, ну нету такого, понимаете, это не то, это не работает. А если люди вам вот так, как бы сказать, медвежью услугу подбрасывают, ага, вот это вот, пожалуйста, так, вот вам рецептик против этого, верный рецептик, то получается, что, ну просто-напросто оболванивает. Значит, если рецептик работает, то раз десять вы его используете, потому что вы ничего не меняете образа жизни, он перестанет работать. Вариант озвучить в формате аудиокниги, вероятно, некоторым были бы очень даже удобен, но это надо читать, это надо чтеца нанимать. Сам немного писатель и поэт, а вот почитать не всегда возможность есть. С удовольствием пользуюсь аудиокнигами, мог бы вам даже посодействовать в этом. Кстати, тоже дело по гороскоповству, с такими же уклонами. Ну, спасибо, Сергей Кантемир.